Ассаляму алейкум. Вы должны знать, кто на первом месте. Хорошо, я скажу вам, обе они на первом месте. Вы скажете, а есть ли разногласия? Постараюсь объяснить. Любовь, которая у вас к своей маме, сильно отличается от любви, которая у вас к своей жене. Все мамы, которые сейчас слушают меня, ваш сын будет любить свою жену очень сильно, но эта любовь не украдена из вашей любви. Она не отбирается у вас. Возможно, он не сможет уделять вам столько же времени, как раньше. Будьте рады за него. Будьте довольны за него, что у него все хорошо, у него все получается в его личной жизни. Субханаллах. И запомните, что он всегда будет вас любить. Субханаллах. То же самое касается мам, дочери которых вышли замуж. Однако, когда возникает разногласие, кто на первом месте? Справедливость на первом месте. Будь это с вашей мамой, будь это с вашей женой. Та, которая права, она. Та, чью сторону мы примем. Но ты должен преодолевать эти бури со всем уважением, поправляя свою маму. Ты должен поправлять ее. Ты обязан стоять за справедливость. Послушай этот аят. Аллах говорит, о те, которые уверовали. Будьте стойки за справедливость ради Аллаха. Будьте стойки ради Аллаха. Будьте справедливы. За справедливость мы должны стоять крепко. В другом аяте Аллах, субханаха ва та'аля, говорит. «Ва лау аля анфусикум ауил валидейни вал акрабин». Даже если это свидетельство против вас самих, ваших родителей или ваших родственников, принимайте сторону справедливости. Это значит, если это против моей мамы или моего отца, я буду стоять за справедливость, а не за свою маму или папу. Если это против меня, то я буду стоять за справедливость, а не за свою маму или моего отца и даже не за себя. Пусть Аллах, субханаха ва та'аля, дарует нам понимание. Многие не справляются с этим, потому что они разрешают своим родителям растаптывать своих супруг, заявляя, что это мой отец, это моя мама, это мои родители, они даровали мне жизнь. Пожалуйста, исправьте себя, даже пред Аллахом, это неправильно. Посмотрите на Ибрагима, алейхиссалям, и на многих посланников, мир им всем. Когда они поправляли своих родителей, потому что они были неправы, они не говорили, ты мой родитель, поэтому я не могу поправить тебя, они поправляли, но с добротой и уважением. Заметьте, когда Аллах говорит о родителях в Коране, вместо использования слова «подчинение», он всегда использует слово «доброта», будьте добры к родителям. Аллах предписал, что вы не должны поклоняться никому, кроме Него, и делать добро своим родителям. Этот аят с небольшими изменениями в словах повторяется в Коране много раз. Субханаллах, указывая на одну и ту же вещь, говоря «будь добр к родителям, но подчинение принадлежит Аллаху». Запомните это. Итак, если твоя мама не права, а она человек, она будет ошибаться много раз в её жизни. Ты должен постоять за справедливость. Добрым способом, прекрасным образом объяснив ей, иногда, возможно, нужно отделиться. Возможно, даже покинуть дом, потому что, если вы живёте вместе, и твоя мама или твой папа притесняет твою жену или твоих детей, тебе, несомненно, нужно будет принять нужное решение, возможно, чтобы защитить их. Если твои разговоры с ними ни к чему не привели, то, возможно, лучше покинуть дом, и поэтому Ислам разрешает тебе или даёт указание обеспечить отдельное проживание своей жене. Пусть Аллах, субханаллах, дарует нам понимание. Я говорил в одной из прошлых лекций, не каждый сможет себе это позволить, но… Мои дорогие мамы и отцы, будьте добрее, будьте проще к супругам своих детей, будь то к мужчинам или к женщинам. Будьте очень добры и знаете что? Принимайте их, поймите. А те из нас, у кого есть свекрови или тёщи, запомните, уважайте их, а не мамы ваших супруг. Покажите им доброту, разговаривайте с ними, общайтесь с ними, пусть у нас будут хорошие отношения, вы неплохие и они неплохие, шайтан плохой. Итак, это тема, которую я затронул сегодня, кто на первом месте, ваша мама или жена. Когда есть проблема или разногласие, на самом деле справедливость на первом месте. А что касается доброты, обе на первом месте. Касаемо любви, обе на первом месте, ведь это совсем разная любовь. То, как я люблю свою жену, сильно отличается от того, как я люблю свою маму. На самом деле, вид любви, который у меня к моим родителям, к моей маме, сильно отличается и невозможно отобрать её, чтобы отдать кому-то. Но некоторые не понимают этого, и поэтому происходят конфликты, ссоры, разбирательства. Всё это происходит в отношениях. Не позволяйте этому быть. Будьте довольны, когда ваши дети довольны. И постарайтесь поддерживать тех, кого они любят. Пусть Аллах облегчит это. Давайте жить эту жизнь полной достоинства и уважения. Вставая за справедливость, не разрешайте угнетению происходить дома. Я на самом деле слышал от многих людей из культурных семей, заявляющих о своей религиозности, которые не стоят за справедливость, думая, что это мои родители, поэтому я не должен. На самом же деле, ты пошёл против явных и ясных приказов от Аллаха, указанных в разных местах Корана, где он говорит быть стойким за справедливость, неважно, на чьей стороне находится эта справедливость. Итак, ты хороший мусульманин, научись стоять за то, что правильно. Вот когда ты выполнил свои обязательства перед Аллахом для начала, а потом перед теми, кто угнетён и притеснён. Как я и говорил, совершенно без разницы, кто это. То, что они твои родители, не значит, что они не ошибаются. Они могут ошибаться, их нужно исправлять, они тоже люди, но это не даёт вам права быть к ним недобрым. Будьте самыми добрыми, поправляя своих родителей, даже если они расстраиваются, даже если они начинают давить на вас, говоря, я твоя мама, я твой отец. Ты не можешь так поступать, не можешь так говорить. Мы можем, я могу, все так могут. Ибрахим, алейхиссалям, выполнил свою обязанность. Сказал о мой отец, следуй за мной, я укажу тебе путь. Ведь сейчас ты следуешь за шайтаном. Он продолжал говорить со своим отцом добрым образом, хотя тот угрожал ему. Отец выгнал его, а он был доволен. То есть он ушёл с большой любовью к Аллаху до такой степени, что Аллах на первом месте. Итак, давайте учиться из этих примеров. Их очень много, но достаточно тех, что я привёл. Мы просим Аллаха, субханаху ва Тааля, даровать нам истинное понимание. Акули кавли хада. Вассаляму алейкум. Варахматуллахи ва баракату. Варахматуллахи ва баракату.